Псалтырь Будем читать Священное Писание Из книги Псалтырь, 17 глава, 17 Псалом. Прочитаем несколько стихов, начиная с 32. 17 Псалом, 32 по 35 стихи. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Кто Бог, кроме Господа? Риторический вопрос. Соломопевец Давид задает этот вопрос, зная ответ. Он спрашивает, кто Бог, кроме Господа? Почему он так спрашивает? Он понимает, что никакого другого Бога нет, несмотря на то, что многие поклонялись разным Богам. И сегодня люди могут поклоняться разным идолам, разным Богам, разным вещам, идеям, предметам, но только один Бог, истинный Бог. Откуда Давид это узнал? Не только из детства. Возможно, его учили в детстве. Я не знаю, ходил он в воскресную школу или нет. Но то, что ему говорили о Слове Божьем, это точно. Родители, братья очень серьезно всегда относились к воспитанию. Но Давид не из воспитания узнал, что Бог – это истинный Господь, Господин всего. Все израильтяне, собственно, проходили одинаковую школу воспитания. Не все так могли заявить. Давид заявляет об этом потому, что он говорит, «Ты, Господи, научаешь руки моей брани, и мышцы мои сокрушают медный лук». Что имел в виду Давид? Что вспоминал он, когда писал эти слова? Может быть, он вспоминал свою встречу с Голиафом, с той медной броней, которая как танк двигалась на него. Может быть, это было основанием того, что он мог заявить, «Господь есть истинный Бог и Владыка всего». Давайте попробуем проследить жизнь Давида, который особым образом черпал силу у Бога. Откуда эта сила? В чем сила Давида? Как начиналась его жизнь? Как она развивалась и как продолжалась? Вообще, Давиду посвящено очень много исследований, очень много книг написано о Давиде. Совсем недавно в Москве вышла книга «Жизнь Давида» Роберта Пински, где автор пытается реконструировать жизнь Давида с точки зрения психологии. Он почти не принимает во внимание религиозные взгляды Давида. Он пытается понять его поведение, исходя из чисто человеческих мотивов. Бесполезная задача. Невозможно понять Давида, если не иметь в виду его религиозную базу, религиозную основу. Другие авторы исходят как раз из представлений о том, что Давид был мужем по сердцу Божьему, что он любил Бога. Например, известная книга Макса Лукада, которая исследует жизнь Давида уже с религиозных позиций. Давайте мы попробуем в течение, может быть, серии встреч, проповедей порассуждать о жизни Давида с тем, чтобы понять истоки его силы, понять, как сформировался этот удивительный человек. Давиду посвящено очень много в Священном Писании. Он очень близок к нам. Может быть, ближе, чем Моисей, ближе, чем кто-то из апостолов. Почему он так близок к нам? Потому что мы видим его как человека, не только как святого, который был угоден Богу, а как человека, который допускал ошибки, который плакал, смеялся, радовался. Он был точно такой, как и все люди. Знаете, когда я читаю повествование о жизни святых, скажем, о жизни Франциска Осийского, Антония Египетского или других христианских подвижников, то я радуюсь и удивляюсь. Это люди, которые не делают никаких ошибок в своей жизни. Они так правильно проходят свою жизнь. У них нет никаких падений, у них нет никаких сомнений, у них все так прекрасно и хорошо, особенно если читаешь официальную версию их жизни. Ну, просто удивительные люди. Давид не такой был. Те люди от нас очень далеко. Мы простые люди. Мы ошибаемся. Мы радуемся. Мы имеем достижения, но мы имеем и падения. Я думаю, что именно поэтому Давид для нас очень близок. Близок потому, что он такой, как и мы. Священное Писание посвящает Давиду очень много глав, очень много текстов. Специалисты насчитали, что 66 глав в Библии посвящено рассказу о Давиде. Это более, чем о любом другом герое. Только о Христе написано больше, чем о Давиде. Также даже в Новом Завете имя Давида упоминается 57 раз. То есть тоже очень часто упоминается имя Давида. То есть это был человек очень популярный, очень известный. Бог называет его «муж по сердцу моему». Муж по сердцу Божьему. Как Давид стал мужем по сердцу Божьему? Почему он стал таким? Ведь он делал много ошибок. Он не был совсем святой. Он допускал падения, но у него были величайшие победы. Именно на этом мы попытаемся остановить наше внимание. Попробуем увидеть жизнь Давида так, как она есть, без прикрас. Не так, как официальные источники могут подавать жизнь святых. Если кто-то здесь ожидает только рассказа о святости, о чистоте, то, наверное, это не то место, где можно услышать об этом. И в жизни Давида мы видим не только взлеты, мы видим не только вершины, не только победы. К сожалению, мы видим и другое состояние Давида. Как начать жизнь Давида? О чем, наверное, стоит начинать? С самого начала, очевидно, стоит обратить внимание не на детские годы Давида, а на тот момент, когда он выходит на общественную арену, когда он появляется как герой. Если мы читаем книги царств, то мы увидим Давида, который пришел посмотреть, как живут его братья. Он, собственно, не сам пришел. Повествует один из бытописателей первой книги царства о том, что отец Давида послал его посмотреть, как живут братья, что происходит с ними, и отнести им провизию. В то время все воины, собственно, были на своем довольствии, никто их специально не кормил, поэтому домашние заботились о них. Давид пришел узнать, как живут братья, и встретил необычную сцену. Написано так в 17 главе первой книги царств. Выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шесть локтей и пяди. Медный шлем на голове его, одет он был в часуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди. И ниже написано, кричал он к полкам израильским, «Зачем вышли вы воевать? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне!» И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильтян, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем!» И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. И дальше описано, что этот филистимлянин много дней, сорок дней выходил и кричал, «Пусть выйдет ко мне единоборец, и мы сразимся!» Но не нашлось в стане израильского единоборца, который готов был выступить против филистимлянина. В 24 стихе этой же 17 главы написано, «Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Давид, когда увидел эту картину, когда он услышал слова филистимлянина, то возмутилось сердце его, и написано, сказал Давид людям, стоящим с ним, «Что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Возмутилось сердце Давида. Он не мог терпеть. Он не мог терпеть даже не то, что выступил единоборец и не было кому противостать. Его возмутило другое. И здесь совершенно очевидно об этом написано. Возмутило то, что этот филистимлянин поносит имя Бога живого. Вот это задело Давида до глубины сердца. Вот этого он совершенно не мог вынести. И он вызывается на единоборство. Почему Давид решился на такой поединок? Ведь, судя по человеческим измерениям, у него не было никаких шансов на победу. Этот громила был больше трех метров роста. Вес брони его был примерно 57 килограмм, специалисты подсчитали. То есть это невероятный верзила, против которого выступает Давид. И Давид не имеет никакого вооружения. Давид не имеет никакого опыта. Те люди, которые окружали в это время филистимлян, которые смотрели на этого единоборца, они, возможно, понимали, как надо сражаться с ним. Они, наверное, знали тактику боя, они знали, с какой руки бьет чаще всего этот гевский верзила. Они, наверное, понимали, как он наступает, как он бросает копье. Может быть, они хорошо представляли себе, как можно было бы противостать, но силы не было. Разве кто-то может сразиться с таким человеком и победить? Действительно, по-человечески это было абсолютно невозможно. Но Давид и не рассуждал об этом. Я думаю, что в эту минуту у него вообще не было таких мыслей. Он вообще не представлял себе, как можно сражаться с этим человеком. У него не было даже плана действий. У него было только возмущение и желание выйти вперед. Почему так? Ну, с одной стороны, конечно, мы видим Давида как очень мужественного человека. Он от природы был мужественный, он от рождения был, ну, в некотором смысле, отважный герой. Он рассказывает о себе тогда, когда донесли Саулу о том, что вот, нашелся человек, который имеет решимость выступить против этого Голиафа. то Давид рассказывает о себе и говорит Саулу, 34 стих, я читаю, 17 главы 1 царств. «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, ты огнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершлял его». Это речь идет не об овечке. Это не овечку он умершлял, это не овечку он брал за космы. Он брал за космы льва. А, наверное, каждый из вас представляет, что такое лев. Настоящий лев, лев в пустыне. Это не лев в зоопарке, который выглядит таким пассивным и спокойным. И то, наверное, страшно, если он открывает свою пасть. Но лев в пустыне – это страшное животное. Не напрасно его называют царем пустыни. Это действительно царь, который только рыком своим поражает, и многие звери просто падают только от звука, настолько громогласное звучание рыка львиного. Почему Давид не боялся? Давид говорит, что он бросался на льва безоружный, без всякого снаряжения. Бросался на льва, потому что он уповал на Бога, он защищал овечку. Это не охота была на льва. Он не ради шкуры льва охотился за ним. Ему не лев был нужен, ему нужна была овечка. И Бог благословлял его. И Давид это хорошо понял и понимал, что если он выступает не ради своих интересов, а ради дела, которое Господь поручил ему, вот тогда будет и сила. Очень часто мы с вами тоже жалуемся на отсутствие силы, очень часто мы имеем страхи перед собой, и еще более часто эти страхи возникают тогда, когда мы делаем что-то не по воле Божьей, не ради Бога, а только потому, что мы хотим это сделать для своего удобства, для тех, может быть, обстоятельств, ради которых мы что-то совершаем. В этих обстоятельствах не всегда мы можем уповать на Бога. Господь особенно благоволит к нам тогда, когда мы делаем дело Его. Тогда Он дает вдохновение, Он дает тогда особую поддержку, Он дает тогда особую милость. Вообще, нас всегда окружают великаны. У каждого есть свой великан. Я недавно слышал из уст одной студентки историю, как она боялась, имела своего Голиафа, и очень боялась очень простых вещей. Я просто удивился, когда она рассказывала это. Она говорит, что она более всего на свете боялась собак и стариков. Она просто боялась, панически боялась встречаться с собаками. И вот надо же, что во время практики в семинарии ее направили в одно глухое село. А в селе, как вы знаете, только собаки и только старики. Других там вообще нет. А надо проповедовать, надо идти из дома в дом, надо говорить о Христе. Практика такая, иначе ей не засчитают практику. Для нее это был настоящий Голиаф. Она не могла победить в себе вот этот страх. Но тогда, когда она, помолившись, решила, что делай дело Божие, и пусть будет, что будет, встретится ей большая собака, ну и пусть встретится, и вошла в первый же дом, где действительно была большая собака, потому что в каждом доме там такая есть, то собака ничего ей не сделала и спокойно пропустила. И она вдруг увидела, что Голиаф не так уж страшен, тогда, когда есть надежда на Бога, когда есть упование на Господа. Мы очень часто недооцениваем силу, которую Господь предлагает нам. Мы смотрим на Голиафов, мы смотрим на великанов, которые нас окружают, мы смотрим на их доспехи, мы смотрим на те мышцы, которые играют под броней, и нам кажется, что это непобедимое зло. Мы не имеем сил исправиться. Да, действительно, мы, может быть, не имеем сил исправиться. Но если мы смотрим на Бога, как делал это Давид, если мы смотрим на того, у кого сила, то не напрасно позже он написал в этом псалме, Господь дал мне силу и мышцу сокрушить медный лук. Господь дает ему такую силу и мышцу. И действительно так и случилось. Дальше описывается, как происходило это сражение. Это было совершенно необычное сражение. Давид не выступает со своей силой, а он выступает, уповая на Бога. И сказал Давид, «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И это, вы знаете, подействовало на Саула. Саул сначала говорит, «Ты же юноша, а этот человек, это же воин от юности своей, как ты можешь выступать против него?» Но тогда, когда Давид объявил, как он собирается победить, то написано, сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». Самое важное, что сделал Давид, это он увидел, на кого надо смотреть. Он понял, что смотреть надо не на этого Голиафа, не на силу его, а смотреть надо на Бога. Это всегда очень сложно перевести свой взгляд с обстоятельств, которые нас окружают, на Господа. Но если мы научимся это делать, то тогда действительно мы одержим настоящую победу. По сути дела, Бог был близок ко всем присутствующим во время этого сражения. Саул мог точно так увидеть силу Божью. Братья Давида точно так могли увидеть силу Божью. Но никто из них не видел это. Более того, если мы читаем 17-18 главы Первой книги Царства, мы увидим, что никто из них, ни Саул, ни братья, ни воины из израильского народа, никто из них не упоминает имя Бога. Все они говорят о Голиафе. Все они говорят о силе. Но никто из них не говорит о Боге. Давид единственный в этой 17 главе, который постоянно, буквально в каждом стихе, здесь написано, что он упоминает, что у Господа сила, я на Него буду уповать. Его силой я смогу победить. И благодаря этому он действительно побеждает. Как именно побеждает Давид? Тоже очень интересное повествование. Конечно, если мы встречаем какие-то трудности, если мы встречаем невероятные обстоятельства, великанов в своей жизни, то мы прежде всего обращаемся к Богу. Это хорошо известная истина. Нас научили, что надо помолиться. Если ничего не дает одна молитва, надо два раза помолиться. Может быть, пост надо устроить, надо устроить молитвенное собрание, надо, может быть, два-три дня поститься. И тогда проблема будет решена. Это правильная тактика. Совершенно правильные действия. Но слишком часто бывают ситуации, когда мы прикрываем свою нерешимость, прикрываем свою слабость желанием помолиться. Мы откладываем решительное действие и заменяем его просто ожиданием. Ожидание – это прекрасная вещь. Надо уметь ждать. Но кроме ожидания надо уметь и действовать. Давид, когда увидел силу от Бога, когда он понял, что он может победить этого филистимлянина, он не стал устраивать молитвенных собраний. Я уверен, что мы бы на месте Давида именно так сделали. Мы бы сказали, чтобы все неделю молились, а после этого я выступлю на сражение. Давид не стал устраивать пост. Давид стал действовать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что очень важно нам иметь правильную гармонию, комбинацию. Нельзя забывать о молитве, нельзя забывать о посте, нельзя забывать о личном общении с Богом. Но если мы только этим занимаемся, а не действуем, то это большая беда. Я знаю одну сестру, которая недавно подошла ко мне и говорит, братик, вот я так ослабела, я не могу свидетельствовать, не могу ничего людям говорить о Христе. Я спрашиваю, что же вы делаете сейчас? Ну, вот я уже вторую неделю в посте, у меня сухой пост, я не ем ни крошки, не пью ни капельки, я молюсь, чтобы Господь дал мне силу. А вы пробовали просто подойти и сказать кому-то о Христе? Нет, я еще не пробовала, я жду, когда меня сила посетит. Очень хорошо, когда мы молимся, постимся и ждем, чтобы Господь дал силу свою. Но если мы будем только ждать, мы никогда не победим. Для того, чтобы победить, надо молитва, нужна еще и особая решимость, необходимы действия для того, чтобы победить. Давид как раз умел молиться, умел находиться в контакте с Богом, и мы видим это из всех его псалмов, и умел в то же время действовать. Он действовал очень решительно, он действовал очень сильно, он действовал так, что побеждал. И написано, что он прежде всего пошел к ручью, взял в свою пастушью сумку несколько камней и выступил против Голиафа. Причем он сделал это после того, как Саул предложил ему другой способ победы. Посмотрите, тоже очень интересно, как Саул размышляет о победе и как Давид размышляет о способе поражения Голиафа. Саул говорит, ты хочешь победить, ты хочешь выступить? Хорошо, я помогу тебе, я дам тебе все необходимое оружие и снаряжение. И действительно, Саул дает ему свой собственный меч, одевает его в собственные одежды, дает ему собственную броню, свой медный щит, дает ему все вооружение. Теперь Давид достойный противник. Он может выступить на поле брони. Но Давиду все это не подходит. Он понимает, что не силой обычного мирского оружия он может победить этого Голиафа. Если бы Давид, припоясавшись мечом Саула, в одежде его, в броне его, выступил против Голиафа, то я совсем не уверен, чем бы закончилось это сражение. Я даже имею подозрение, что Давид бы проиграл эту битву, если бы Господь, конечно, не смиловился и не вмешался. Но Давид поступил гораздо более разумно. Давид отверг все предложения. Он не захотел воспользоваться мирским оружием. Для меня это очень яркий и сильный урок. Для меня это урок в том, что если мы хотим победить наши страхи, депрессию, победить неудачу, победить те сложные обстоятельства, в которых мы находимся, победить все то, что надвигается на нас и кажется нам непреодолимым Голиафом, если мы хотим все это победить, то мы не можем победить это обычными человеческими способами. То есть, если вы обратитесь к психологу, то вам, конечно, предложат определенный инструментарий, как победить свою депрессию. Конечно, вам предложат, что надо побольше бывать на воздухе, надо около моря побыть вам, отдохнуть вам надо немножко, и тогда все пройдет, и вы снова станете здоровыми и крепкими. Это человеческие рецепты. Да, действительно, это помогает, но это не решает проблему. Никакая человеческая деятельность, никакие человеческие обычные, привычные нам методы не способны решить духовные проблемы. Духовные проблемы надо решать только духовным противостоянием. И Давид именно так и поступал. Я иногда смотрю, как наша молодежь желает победить для Христа окружающий мир. Они хотят принести Христу достойный плод, они хотят проповедовать, и для этого они одеваются так, как одеваются мирские люди. Они стараются играть такую же музыку, они стараются делать точно такие же действия, чтобы быть такими же или даже лучше. Но никто из нас не напишет лучшую музыку, чем мирские композиторы. Никто из нас не снимет лучшие фильмы, чем мирские авторы. Они более профессиональны, чем мы. И нам не надо состязаться с ними в профессионализме. Для нас есть другое оружие. Если мы хотим по-настоящему победить Голиафа, духовного Голиафа, который стоит у нас на пути, то необходимо выступить с духовным оружием, уповая на Бога. И Божественное Слово способно разрушить те твердыни, которые по-человечески кажутся абсолютно неразрушимыми. Только Господь силен разрушить их. С Давидом, собственно, так и случилось. Он снял все это обычное вооружение свое, взял пращу, пять камней и выступил. Причем он не просто выступил против Голиафа. Он не разрабатывал никакого плана. Я даже думаю, что он не представлял себе, как будет проходить это сражение. Он побежал навстречу. Написано так, что он выбежал навстречу. Тот филистимлянин медленно и неспеша, с насмешкой выходил против Давида и издевался над ним. Говорит, что ты, юнец, против меня будешь делать? Сейчас я отдам тело твое на сожжение, на то, чтобы поругались над телом твоим животные. Сейчас придет твой конец. Так говорит этот гевский великан. Но Давид бросается навстречу ему. Он бежит навстречу ему и швыряет из пращи камень. И удивительное дело, чудо происходит. Ведь этот великан был в шлеме. Может быть, забрало у него какое-то было. Но, возможно, из-за насмешки. Может быть, он, смеясь, поднимал, это забрало. Может быть, он, смеясь, поднимал голову, свою лоб его открылся. И камень, который бросил Давид, силой Божией вонзился в его лоб. И насмерть поразил Голиафа. Давид немедленно подбегает, выхватывает меч, собственный меч Голиафа, и отрубывает ему голову. Так закончилась эта схватка. То есть Давид победил его не по человеческим понятиям, не по человеческим меркам, не по законам, привычным для военных действий, а победил его совершенно непривычно. Давид здесь выступил в некотором смысле как фанат Божий. Я думаю, что это отличительная особенность силы Давида. Сила Давида как раз и заключается в том, что он очень часто действует как фанат Божий. Он полностью посвящен Богу. Даже тогда, когда он допускает какие-то ошибки и грехи, он ни на минуту, ни на секунду не забывает о Боге. Иногда Бог отходит у него на задний план. Но и даже в этой ситуации Бог остается для него чем-то самым важным и самым главным. И поэтому он заявляет, что «Ты, Господи, даешь мне силу! Ты, Господи, помогаешь мне сокрушить лук этого нечестивца!» Так закончилась первая часть этой истории. Давид оказался победителем. Победителем, который принес славу Израилю, который принес славу Богу и восстановил то доброе имя, которое носил Израиль. Имя Господа Саваофа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами, рассуждали вместе с нами над библейскими текстами. Цель наших программ – помочь в укреплении духовности и нравственности нашего общества. Если у вас возникли вопросы или предложения, пишите нам или звоните по телефонам и адресам, указанным на титрах. Пусть Господь благословит вас и даст мир вам и всему дому вашему.